МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ТВЕРЬ УНИВЕРСАЛ БАНК. Устойчивая в динамичном. Это телеканал «Тверь сегодня» в студии над городом Кирилла Маев. Здравствуйте. Погода прекрасная, вокруг все утопает в зелени. В завершении программы посмотрим, как «Тверь» встретила победу нашей хоккейной сборной, а пока нашей вопиющей безалаберности. Накануне вечером пришло сообщение о смерти ребенка на зеленом проезде. Трагедия, о которой, говорят, этого вполне могло бы и не произойти. На пятом этаже жилого дома загорелась однокомнатная квартира. В этот момент там находился подросток. Родители, судя по всему, закрыли мальчика и куда-то отлучились. Пожарные кареты скорой помощи прибыли оперативно. Огнеборцы даже успели достать ребенка из огня. Но, увы. Пожарные отмечают, что мальчик задохнулся едким дымом горящего пластика. По версии следствия, причиной пожара могла стать детская шалость с огнем. И еще. Владельцы припаркованных кое-как автомашин, вместо того, чтобы освободить дорогу автолестницы, просто стояли и снимали все происходящее на камеры мобильных телефонов. И еще о пострадавших детях. В субботу на улице Фадеева в ДТП получили травмы два ребенка. Дети были пристегнуты, младший в детском кресле. Однако без травм все равно не обошлось. И обойтись просто не могло. Водитель 15-й модели «Жигулей» просто решил проскочить на уже красный свет. Если бы виновник аварии подождал на светофоре всего одну минуту, трагедии бы не случилось. Я поехал с выездом на полоколамку делать правый поворот. Отсюда, с Фадеевой? Да, с Фадеевой. Остановился, значит, жду сигнал. И вдруг, вот представляете, такая ситуация. Значит, машина летит оттуда, чувствую, и эта уже пошла, значит, на поворот. Вот. Значит, та машина бьет эту. Она летит, сбивает меня, значит, меня разворачивает. И вот столк ее немножко еще так держал. Ну, свет уже какой был? Уже зеленый был, да? Вы знаете... Не замечали, да? Ну, вот передать не могу. Нет. Потому что скажешь одно, а вдруг. Ну, та машина, которая поворачивала, она как вот? Она уже на перекрестке была, да? Она уже была вот на сведении, проверить, а вот сюда. А то, ты делал, вот, что у нее была скорость прилижная, ну, сколько, ну, 60, не меньше. Понятно. К другим событиям. Пресс-служба администрации города распространила сегодня информацию о том, что для Твери закуплено более тысячи новеньких мусорных баков. И более 10 миллионов рублей планируется в ближайшее время потратить на ремонт немагистральных улиц города. Подробности в обзоре Анны Шевчук. Ремонт дорог начался сразу после майских праздников. Завершены работы на улицах Базановой, Достоевского, Ефимова и Учительской. Продолжаются в поселке Сахарова, на бульваре Гусева и на улице Склескова. Жители нашего города недовольны тем, как неоперативно ведется работа по восстановлению дорожного полотна. Поэтому есть такие договоренности в оперативном проведении данного ремонта. Наряду с текущим начался и так называемый гарантийный ремонт. Подрядчики исправляют собственные огрехи и недоделки. Дорогу на улице Можайского капитально отремонтировали в 2008 году. Недолго музыка играла. Дефекты имеют место разрушения асфальтового покрытия. В основном это на въезде и съезде с данного участка дороги. Также шелушения и отдельные разрушения просто на прямых участках. В принципе, за 4 года вполне объяснимо, если учесть, что на данном участке отсутствует ремневая канализация. Здесь отток и вот идет поверхностный. Согласно взятым на себя обязательствам, подрядная организация, проводившая ремонт на улице Можайского, должна будет устранить все дефекты за свой счет. Работы начнутся уже на следующей неделе. Обследование гарантийных участков на тверских дорогах продолжается. На этой неделе уже сотрудниками отдела проверено 5 объектов. Это улица Карла Маркса, Штай Прилитарская, Коноплянниковая, улица Московская. Также еще по плану на этой неделе еще 4 объекта подлежат проверке. По всем проверкам составлены акты и установлены сроки для устранения недостатков. Помимо латания дыр на дорогах, в тверских дворах устанавливают новые мусорные контейнеры. На их приобретение из городского бюджета выделено 6 миллионов рублей. Замена старых баков проходит достаточно медленно, поскольку на балансе спецавтохозяйства лишь одна машина с гидрокраном, с помощью которой и устанавливают мусорки. К концу года, как заверяет руководство муниципального предприятия, все контейнерные площадки будут приведены в порядок. Тем временем в редакции газеты «Тверская жизнь» у наших коллег министр образования Наталья Сенникова рассказывала о грядущих через неделю единых государственных испытаниях. Судя по словам Натальи Сенниковой, все пройдет точно так же, как и в прошлом году. 7 тысяч выпускников школы Верхневожья будут сдавать единый госэкзамен в этом году. Первое испытание ждет школьников уже 28 мая. Два обязательных экзамена – русский язык и математика, которые должны написать все выпускники школы для того, чтобы получить аттестат в случае получения положительной оценки. Значит, все остальные предметы – это предметы по выбору. Традиционно в первый день сдается информатика, биология, история. 31 мая выпускники сдают русский язык, 7 июня – математику. Экзамены продолжатся до середины июня месяца. Лидером, как и в прошлые годы, является общество знания, затем физика и биология. Вот это наиболее востребованные у наших выпускников экзамены. Нужно сказать, что на четвертом месте история. Одним из новшеств этого года стало появление шкалы минимальных баллов. Еще не начался экзамен, но мы уже знаем, а сколько баллов нужно набрать, сдав математику или русский язык, для того, чтобы был положительный результат. Вот можно тоже иметь в виду, математика – это 24 балла из 100, а русский язык – это 36. Подавать документы можно не более чем в пять вузов, на три специальности в каждом. Всего же верхнего же для проведения единого госэкзамена откроет 74 пункта. К событиям культурной жизни была она весьма насыщенной. Начнем с фестиваля славянской поэзии «Поющие письмена». Фестиваль «Поющие письмена» в Твери проходит в четвертый раз, но уже успел обрасти своими традициями – встречами с песнями и плясками, посадкой минных деревьев, ежегодными сборами в Горьковской библиотеке, где все участники могут послушать известных поэтов и почитать свои собственные стихи. Это адекватное сегодняшнему времени, когда встречаются люди, единые по духу, едиными по мыслям одного цеха, и они движут таким образом литературу в общении, в культурной коммуникации. Потому что в советские времена, когда существовали писательские съезды и все такое прочее, Союзы писателей сейчас не срабатывают. Сейчас нужна новая современная форма адекватного развития литературного процесса, и вот такой формой является наш фестиваль «Поющие письмена». Поэты и переводчики из 11 славянских стран не всегда хорошо понимают друг друга, однако, когда звучат проникновенные стихи, люди слушают не ушами. Это нужно, потому что говорится, что кризис в мире, а кризис духовный. То значит у нас, в нашей стране, не в Чехии, потому что работаю и в Чехии, таких фестивалов нет. Это надо завидовать, облагодарить организаторов, чтобы это подняло славянская литература. Это особенно, я думаю, я не литературовед. Это поэзия для меня только хобби, но чувствую так, что это надо. «Поющие письмена» этого года принесли еще один сюрприз. Вышел в свет сборник произведений лауреатов фестиваля, который весь следующий год будет напоминать участникам, что эта встреча не последняя. «Отшимаем в награды Копняка. Очекуя, что кто-то сцветует над людьми, а также, что споткнем еще человека». И еще один репортаж нашего корреспондента Елены Глушковой. Ночь с субботы на воскресенье она, так же, как и многие почитатели интересного и прекрасного, провела в музее. Говорит, было очень интересно. Ночь музея впервые стартовала в Берлине в 1997 году. В России первооткрывателем стал Красноярск в 2002. Сегодня музеи Твери впервые открыли свои двери после заката солнца. Сотрудники Тверских музеев напряженной рабочей ночи подготовились основательно. Кроме привычных экспозиций, тверетян ждали концерт бардовской песни, любительский спектакль, различные мастер-классы и развлекательные программы для самых маленьких. Такая ночь музеев неожиданно пришлась по вкусу и взрослым, и детям. Я сюда пришла, чтобы увидеть много старинных вещей, полюбоваться, узнать что-нибудь. В других музеях я была вот в этом только впервые. Мне интересно посещать разные культурные места. Я сама работник культуры, поэтому решила сегодня сходить обязательно посетить музей. Я была на Советской, в Крыльевическом музее, и, соответственно, сюда пришла. Думаю, что это здорово, потому что не каждый человек может позволить себе сходить в музей в некоторое время. Многие работают, поэтому это очень удобно, это здорово, что такая акция проводится. Мы хотели узнать побольше об истории родного края, но так как у нас не было свободного времени, сегодня это можно сделать ночью. На Рыбацкую пойдем, в музей Солдакова-Шедрена обязательно. В Москву ездили на ночь музеев, а здесь первый раз. Наверное, востребовано, есть что-то посмотреть. Они приехали из Колумбии, из Доминиканской республики, и они стали нашими очень хорошими друзьями, поэтому мы привели их в музей, рассказали, что такое ночь в музеях, показали Тверские музеи. Культурная столица России издавна считается Санкт-Петербург, однако и Тверь старается не отставать. Во всяком случае, ночь музеев показала, что и на пищу духовную в современном мире спрос все-таки имеется, и не маленький. Тверь Универсал Банк. Устойчивая в динамичном. Теперь сообщение от силовиков. В Управлении внутренних дел по Тверской области завершился второй этап конкурса «Лучший по профессии». Последними соревновались участковые полицейские. О том, кто победил, в материале Елены Трофимовой. В Тверской области работает около 500 участковых. Это уже второй этап конкурса. По словам Андрея Иванова, начальника всех участковых региона, сюда попали лучшие из лучших. Вы понимаете, что участковый на своем административном участке должен практически уметь все. С учетом этого и такой серьезный отбор, и такой серьезный подход к оценке знаний наших сотрудников. 24 человека выдержали несколько этапов испытаний. Теоретическая часть на знания, инструкции и приказов, плюс тест по криминалистике. Какие приборы у нас используются для ночного видения, какие для исследования, для поиска металлических изделий, какие отпечатки, как должна составляться дактилокарта, там очень много вопросов. Практическая часть нормативы по физподготовке – боевые приемы самбо, оказание первой медицинской помощи, например, при переломе ребер. Мы посадили молодого человека, наложили ему тугую фиксирующую повязку, дали ему обезболивающего. Если обезболивающего нет, то можно дать человеку алкоголь, спиртные напитки, чтобы он расслабился. Ну и, естественно, после этого направить его в медицинскую санчасть либо в больницу. Если же кость выпирает, то желательно ничего, ну как бы нельзя ничего накладывать, сразу человека направлять после обезболивающего в больницу. Понимаете, мы здесь не среди пионеров конкурс проводим, а среди офицеров, которые прошли, в том числе, многие из них, горячие точки. Это серьезные люди с серьезной мужской работой. Ключевой момент состязаний – владение оружием. Кто быстрее соберет и разберет пистолет Макарова, кто не забудет о правилах безопасности, кто окажется самым метким, тот и становится лучшим. В этот раз лавры победителя достались старшему лейтенанту Максиму Пескунову из Западной Двины. Ему теперь предстоит защищать честь региона на общероссийском этапе конкурса в Москве. И в продолжение темы. Пока полицейские выясняли, кто же из них лучший, приставы и бойцы МЧС учились покидать горячее здание. Сразу же после сигнала тревожной кнопки началась эвакуация сотрудников. Несколько десятков людей вывели на улицы в считанные минуты. Тут же приехали и спасатели. Помимо тушения огня в одном из кабинетов главного управления судебных приставов, им предстояло спасти двух пострадавших. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Данное учение проводится систематически для отработки знаний сотрудников федеральной службы судебных приставов соответственно и сотрудников МЧС для того, чтобы могли оперативно действовать в чрезвычайных ситуациях. Основная цель это подготовка сотрудников к чрезвычайных ситуациям, к пожарам. Значит, это закрепить те навыки и знания, которые должны знать сотрудники на случай возникновения пожара. Сразу же после учений в потушенном здании с судебными приставами провели работу над ошибками. Подобные мероприятия проходят регулярно два раза в месяц. К другим событиям наш корреспондент Евгения Щетинина на днях торопилась в деревню Никола Малеца на детские автомобильные соревнования, но попутно решила заглянуть на соревнования по автотюнингу. Ей слово. В минувшие выходные на ипподроме состоялась настоящая дерби железных коней. В Твери прошло очередное автомобильное тюнинг-шоу. События ежегодно собирают любителей превратить собственное авто в произведение искусства. Мероприятие с виду напоминало автомобильный маскарад, хотя оценивался не только внешний вид, но и внутренний технический тюнинг. Чья машина краше и мощнее на этот раз решали как члены жюри, так и сами зрители. К слову, стоимость автомобиля здесь не имела никакого значения. Мы не делаем различий между русскими либо иностранными спортивными или семейными машинами. Важен подход к этому делу. Сам талант предоставить выгодно ту машину, которую имеешь в своем владении. Как ни странно, во многих конкурсах победу одержали представители российского автопрома. Например, желтый ВАЗ-2108 оказался самым громким. Звук из глушителя этого зверя можно сравнить с работающим перфоратором либо со взлетающим самолетом Ил-76. Соседям этого автолюбителя можно только посочувствовать. Теперь о детских автогонках, которые прошли минувшими выходными в деревне Никола-Малеца. Все та же Евгения Щетинина с репортажем. Непосвященный зритель был бы в ужасе от увиденной картины. Кто пустил ребенка за руль? Но оказывается, это не обычные дети, а юные автогонщики, приехавшие в Тверь на первенство города по автокроссу. Это предварительный, можно сказать, тренировочный этап перед основным событием. В начале июня впервые в нашем городе будет проходить первенство России по автомобильному кроссу. «Очень долго мы бились за это, чтобы вот именно нам дали этот этап первенства России. Вот мы занимаемся уже семь лет, семь лет проводим соревнования, провели 28 соревнований, из них 17 соревнований всероссийского масштаба, то есть они включены в календарь всероссийских соревнований. А вот теперь мы добились видеть этапа первенства России». На состязание прибыли участники из Москвы Зеленограда Орла Саратова. Самой младшей гонщице 6 лет. Оказалось, возраст гонки не помеха. До педали газа дети дотягиваются без труда. Все потому, что передвигаются юные водители на специальных гоночных машинах – мини-баги. Кто-то мастерит их вручную, кто-то приобретает. Правда, такая игрушка не из дешевых. В среднем стоимость доходит до 150 тысяч рублей. Для Егора Познякова это первый автомобиль и первый заезд. Однако, разговаривает он уже как истинный гонщик. Самое сложное заходить на поворот, где один песок. И машина начинает колбасить, а зад виляет. Единственный участник из Твери Марк Рябов в карьере гонщика стартовал уверенно. Марку 10, но за его плечами уже немало крутых поворотов и вражей на российских ралли. В Питере, в Москве, там еще в Истре и на чемпионатах России. Сегодня, надеюсь, на призовое место, но хотя бы на первое. На меньшее гонщик и не рассчитывал, и ожидания оправдались. Марк занял первое место в возрастной категории от 8 до 12 лет. Теперь его можно назвать фаворитом первенства России, которое пройдет 2 и 3 июня на трассе в деревне Никола Малеца. А на станции юных туристов собрались мальчишки и девчонки, которые интересуются в первую очередь окружающей живой природой. Елена Глушкова побывала на слете юных экологов. К какому семейству растений относится яблоня, сколько зубов у лисицы? На эти и многие другие вопросы юные натуралисты отвечают быстро и безошибочно, несмотря на то, что задания им предстоят нешуточные. Задания предстоят по четырем номинациям. Это зоологи, ботаники, гидробиологи и почвоведения. То есть, вот по этим четырем номинациям ребята будут проходить практически, показывать свои практические навыки. Кроме того, еще будет проводиться тестирование. То есть, это вопросы экологии и биологии. То есть, насколько уровень знаний ребят на сегодняшний момент отвечает вот современным требованиям. Традиционные слеты экологов в Тверской области проходят каждые два года. Так что, у его постоянных участников есть возможность хорошо подготовиться. Я буду ботаником и изучала растения, готовилась усердно. И вообще биологией я увлекаюсь. Будут показывать растения, нужно сказать название и все, что можешь рассказать по нему. Больше, чем просто общие интересы объединяют всех этих школьников. Все они обладают совершенно особым отношением к окружающему их миру и стараются донести его до остальных людей. И в завершении программы о том, как мы отметили победу нашей хоккейной сборной. Напомню, наша хоккейная дружина разделала под орех братьев-словаков со счетом 6-2. Далее, без комментариев. А что происходит-то? На мост можно заехать сейчас? Что происходит-то сейчас? Чемпионы мои, Россия. Поехали еще раз. На этом все. Завтра мы вновь на этой крыше. Удачи! Дверь Универсал Банк. Устойчивая в динамичном. Дверь Универсал Банк. 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 Дверь Универсал Банк.